Девушки отдыхают А именно сегодняшнюю статью о Лёльке Поберухе А там случилось самое настоящее чудо Ну что, ребята, всех поздравляю с 1 апреля Не знаю, разыгрывали вас сегодня или нет Меня ещё пока никто не разыграл, друзья мои Но что я хочу сказать У нас сегодня прекрасная погода Такого, наверное, никогда не было 1 апреля, а у нас уже больше 20 градусов тепла Я бы сказала, практически самое настоящее лето Солнце светит, на улице тепло И, конечно же, настроение прекрасное Ну что, Лёлькина сегодняшняя статья, друзья мои Под названием Об этом нельзя молчать 12-я беременность опасна? И знак вопроса У неё, знаете, в башке непонятно что То ли сама себе задаёт вопрос, да Интересуется, опасна ли 12-я беременность То ли кому-то что-то пытается доказать Поберуха, ты знаешь, что я тебе хочу сказать по этому поводу? В твоём случае любая беременность опасна Поскольку ты с таким свинским отношением Относишься к тому ребёнку Которого ты носишь под своим сердцем Ни одна мамочка так не будет себя вести беспечно Да, бегать, бегать опять раздетая Вся больная, зная прекрасно, что она беременна В общем, друзья мои Случилось самое настоящее чудо О чём Лёлька и написала Её хомяки вылечили Представляете? Избавили её от хворей, от болячек и от болезней Вы знаете, было бы прекрасно, Лёлька Если бы твои хомяки дали бы тебе Хотя бы немножко-немножко Мазочков и немножко разума Но, вы знаете, они дать этого Лёльке не могут Потому что сами с башкой конкретно не дружат Ну, понятное дело, что не дружат Короче, обо всём, друзья мои, по порядку Лёлькина статья Начинаем с вами её читать И, конечно же, как всегда Комментировать по ходу пьесы Пишет Лёлька следующее Ну, не могу я не сказать вам, мои дорогие Большое человеческое спасибо Спасибо за вашу поддержку и добрые слова Спасибо за то, что вы у меня есть Друзья мои, да Далее пишет Ещё вчера, когда я писала, оформляла фотографии Выкладывала на Дзене свою статью Мне было очень плохо Душил кашель Текло из носа В голове стоял туман с липкими страхами Я бродила по дому, как обесточенная зомби Вы знаете, Лёлька себя сравнивает с зомби Но я бы сказала так, что Лёлька на зомби мало похожа, да? Скорее, похожа на самку Йети Такую большую, неповоротливую, грузную И что хочется сказать Вот опять она про свои болячки-срачки Уж простите за такое выражение Но так оно и есть, да? А ничего, что она вчера Она на стриме нам рассказывала о том, как она себя плохо чувствует, да? А вчера она вышла Как раз-таки выкладывала свой свежий ролик Ролик был у неё после стрима Потому что она рассказывала в ролике Что они собрали на стриме 12 тысяч рублей на бетономешалку И вчера в ролике, ребята Который я обозревала опять же по горячим следам Тут же, как только он вышел у поберухи Так вот, вчера она тоже вышла на улицу В одном спортивном костюме Да-да, вся больная, вся кривая, косая Не-не, даже за ребёнка нисколечко не переживает Пишет Но всего через 24 часа с момента выхода моей статьи Произошло настоящее чудо моего исцеления Зайдя на дзен, я увидела, что её прочитало более 60 тысяч человек Представляете, пишет Лёлька И это всего-навсего за один день И я, мол, принялась с увлечением читать ваши комментарии И совершенно забыла о своих хворях Они как будто испугались и начали отступать под мощным натиском ваших добрых слов любви и поддержки Ребят, только вдумайтесь Лёлька имеет в виду, да, хочет донести до своих хомяков Объясняет Что если вы будете читать мои статьи, да, в большом количестве Читать, да, если там будут просмотры в моих роликах То вы меня обязательно исцеляете от всяких болячек и хворей Короче, хомяки попали, я бы сказала, конкретно, друзья мои, да Мало того, что должны донатить ей усердно каждый день, каждый божий стрим Так ещё и обязаны читать весь её бред сумасшедшего Который, друзья мои, практически как под копирку одно и то же Только иногда какие-то такие небольшие, так скажем, изменения Далее она пишет Мне написали многие женщины, которые так же, как и я, перенесли болезни во время беременности Кто-то из них даже ковидом переболел Но это всё равно не помешало им родить здоровых детей Поберуха, ты знаешь, то, что человек заболел, женщина, да, которая беременна, заболела ковидом Это заболела она и заразилась ковидом не по своей собственной вине Это разные моменты, о которых ты говоришь, сравнивая со своей ситуацией Ты-то как раз-таки простыла по той простой причине Потому что ты носилась в одних тапочках, да, даже зимой Ты бегала в спортивном костюме тогда, когда твои мужики ходили в куртках тепло одеты Тебе было плевать на своего ребёнка, да, плевать на то, что ты можешь его не выносить Ты хватала вот эту вот тёлку и вела себя, ну, вообще неразумным образом Поэтому сравнивать и приводить в пример тех, кто заразился там ковидом или ещё чем-то Мне кажется, здесь это сравнение абсолютно неуместно Ну и начинает там писать, выкладывать комментарии этих женщин, я их зачитывать не собираюсь Ничего тут такого интересного не было Дальше Поберуха пишет Спасибо вам за ваши бесценные слова, мои девочки Они реально придали мне силы и уверенности в том, что я скоро поправлюсь И буду дальше легко и радостно растить в своём животике Домике двенадцатого малыша Люль, а что, у тебя кроме твоих девочек-зрительниц нет никого? А как же Гриша, который находится с тобой по твоим же словам 24 на 7, пока ты как раз-таки болеешь? А как же твои дети, которые находятся рядом с тобой, да? Ну, как-то странно, ребят, согласитесь Нет, конечно, это очень приятно, когда зрители пишут какие-то слова поддержки и так далее Но в любом случае, ведь самые важные моменты, да? И большее количество сил, да? Кто может дать силу, дать поддержку? Это, конечно же, самые родные и близкие Это члены твоей семьи Но здесь о них даже Лёлька не упоминает После чтения ваших добрых комментариев Мне сразу стало намного легче Как по волшебству начал потихоньку пересыхать нос Да-да И исчезать кашель Силы возвращаются, пишет Поберуха Ведь до сегодняшнего дня я могла только доползти до хозяйства Чтобы там просто постоять и посмотреть А сегодня мне уже хочется взять лопату и грести навоз Ну да, друзья мои, мы так и верим Лёльке, естественно Можно подумать, она что-то там делает, да? Что же тогда делают те работники Которые у неё имеются Кто-то на хозяйстве, кто-то по дому Ведь Лёлька только вчера нам рассказывала И позавчера на стриме, да? О том, что у неё есть работники Которые занимаются своей работой То есть тем самым освобождая Поберуху И её мужа от всех обязанностей И по хозяйству, и по дому И мы все это всё прекрасно понимаем Ну и ещё, ребят, вы знаете, вот в этих Лёлькиных статьях Вот в этой статье конкретно Я вижу прямо реальное заигрывание Как Лёлька заигрывает со своим электоратом Со своими зрителями Мол, вы такие хорошие Спасибо вам за ваши бесценные слова Родные мои девочки Ребят, не кажется ли вам это странным? Вот мне становится от этого смешно Потому что Лёля крайне редко делает вот такой акцент на том Что она очень любит своих зрителей Очень редко она их гладит по голове В основном Лёлька использует у нас метод кнута В отношении своих зрителей А пряниками она их балует крайне редко Но здесь мне кажется, что всё-таки большую роль В том, что Лёлька решила погладить по шёрстке своих зрителей Имея тот самый момент, что Лёля решила замутить Вместе с Гришаней большой проект Реконструкцию коровника И ей, конечно же, сейчас нужны денюжки Лёлька хочет погреть на этом свои ручки Опять, опять наполнить свои карманы, друзья мои По этой причине она и решила заигрывать С глупыми своими хомяками Ну а поскольку Лёлькины хомяки Не отличаются умом и сообразительностью И они очень-очень неразумные и глупые То, конечно же, все вот эти её слова Они в очередной раз, ребят, примут за чистую монету То есть они скажут Ой, надо же, надо же Она так давно с нами не разговаривала, не общалась Всё, Олечка, мы к тебе несёмся На крыльях любви и кидаем тебе денежки В общем, Поберуха пишет, что у неё, знаете, ей стало легче Лёль, ну, собственно, да, человек болеет Человек всё равно потом выздоравливает, как ни крути Далее Лёлька пишет Туман в голове рассеялся Надо же И я сумела осознать, что мои дела не так уж и плохи Главное, что в последнее УЗИ подтвердило, что всё хорошо Да и врачи вполне довольны результатами моих анализов Но самая основная новость Это то, что меня оставил в покое злодей-токсикоз Аллилуйя, не хочу даже вспоминать, как мне было плохо Все 12 недель Но теперь это позади, впереди у меня много хорошего и интересного Ну да, представляю себе Очередные хотелки и дайте денег Далее пишет о том, что на УЗИ она была вместе с мужем Нам сказали предположительный пол ребёнка Но, мол, мне слабо верится Что, значит, можно сейчас это разглядеть и так далее и тому подобное Короче, Лёля написывает, что она обязательно, обязательно Об этом расскажет потом, друзья мои Какой же пол у ребёнка И ещё она написала Возможно, я недооцениваю наш перинатальный центр Ведь там сейчас самое лучшее современное оборудование в области К тому же врачи там настоящие асы Ребят, а что это такое творится? Помните, как она обзывала этот перинатальный центр? Как она оскорбляла, когда она рожала Веронику? Как она хаяла всех и говорила, что они там вообще просто какие-то вообще изверги, а не врачи А теперь уже, видите, самые лучшие Так что она написала Я пока не буду сообщать, кого во мне увидел УЗИСТ Давайте подождём, пишет поберуха второго скрининга Кстати, поделитесь, пишет Алёлька, задаёт она вопрос На каком сроке вы узнали пол вашего будущего ребёнка? Так, 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 сейчас секундочку пропущу И, значит, вот, что она пишет Уверена, что вы, дорогие мои зрители и читатели, заметили Как я в этот раз сильно поменялась внешне Говорят, что это к дочке Так ли это, мы с Гришей объявим попозже Когда и сами уже будем точно знать пол ребёнка Как думаете? Может нам даже устроить гендер-пати? Друзья мои Я, вы знаете, что-то, если честно, совсем ни черта не понимаю Уж настолько поберуха решила заигрывать с публикой А к чему это она собирается делиться? Какой пол будет у ребёнка? Кто будет? Мальчик или девочка? Ведь до этого всякий раз Давайте вспомним И когда была ситуация с Вероникой И когда была ситуация с Варей Когда Лёлька их ждала Ведь она не говорила, кто будет Она говорила, это вас не касается Кто родится, тот родится Я даже не буду сама знать Я даже не буду сама смотреть Пусть это будет для меня новостью и так далее И тут сюрпризом И тут бать А может быть, говорит, устроить гендер-пати? Я думаю, друзья мои А может быть, она решила ещё и на гендер-пати Собрать на ресторанчик На само гендер-пати На вот это, значит, мероприятие Может быть, она решила и под эту лавочку деньжат тоже заработать То есть, я так понимаю, Лёлька теперь будет монетизировать Абсолютно каждый свой пук Каждый свой шаг Хотя, в принципе, она и раньше это делала И не гнушалась абсолютно ничем Но я так понимаю, поскольку муженёк у неё действительно Альфон с чистой воды Который тоже пригрелся Присоседился к Лёлькиным деньгам Да, и к тем деньгам, которые дают ей пенсионеры Ну и, собственно, она решила Почему бы, собственно, и нет Иначе, как объяснить то, что Лёлька решила всему свету рассказать Кто, кого она носит под сердцем В общем, друзья мои, продолжение следует Пишите, что думаете по этому поводу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!